Что происходит в мире? Почему меняется климат? Продолжаем собирать пазлы и составлять целостную картину происходящих климатических изменений на планете, происходящих в 2017 году. Ноябрь 2017. В Вязниковском районе Владимирской области, в России, за несколько часов под землю ушла вся вода из озера Саканцы глубиной 20 метров. В США миллионы черных улиток выбросились на пляж города Сент-Питерсберг в штате Флорида. Местные жители никогда не сталкивались ни с чем подобным. Причины такого события неизвестны. Сильные лесные пожары охватили город Гордонсбей в западно-капской провинции ЮАР. В Новой Каледонии, во Франции, непрекращающиеся пожары, начавшиеся 15 сентября, уничтожили 10 тысяч гектаров лесов. В Колумбии от схода селевого потока пострадало 600 семей. Были эвакуированы 3 тысячи жителей. С острова Бали в Индонезии, вследствие извержения вулкана Агунг, были эвакуированы 9 тысяч человек. В Иране от землетрясения магнитудой 7,3 пострадали 8,5 тысяч человек. Без крова остались 70 тысяч жителей. На востоке Южной Кореи землетрясение магнитудой 5,4 разрушило тысячи зданий. В Азербайджане земной толчок магнитудой 5,1 повредил свыше 130 зданий. В городе Йеллоу-Найф в Канаде выпало рекордное для ноября количество снега – 24,2 сантиметра. В прошлом году за весь ноябрь выпало 27 сантиметров снега. Самый сильный тайфун за последние 16 лет обрушился на Вьетнам. Свои дома вынуждены были покинуть свыше 35 тысяч человек. Были повалены сотни деревьев и электрических столбов. Повреждены свыше 119 тысяч 200 зданий. 1480 были полностью разрушены. Шесть кораблей опрокинулись в Южно-Китайском море. Отменены десятки авиарейсов. Свыше 40 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур были повреждены. В Австралии от шторма пострадали штаты Квинсленд и Новый Южный Уэльс. В Японии в префектуре Хоккайдо шторм повредил 320 зданий. От циклона Окхи пострадала Шри-Ланка и южная часть Индии. В Индонезии циклон Чемпака вызвал наводнение и сход оползней. За сутки выпало четверть месячной нормы осадков. Тысячи домов были затоплены в 13 поселках. Эвакуировано 4000 человек. От паводков пострадали населенные пункты Алжира, Аргентины, Бразилии, Габона, Индии, Индонезии, Италии, Кении, Китая, Колумбии, Латвии, Панамы, Перу, Пуэрто-Рико, США, Уганды, Черногории и Ямайки. Обильные дожди вызвали наводнения в Албании, Бразилии, Великобритании, Гондурасе, Доминикане, Испании, Кении, Литве, Малайзии, Новой Зеландии, Турции. На Гаиде свыше 10 тысяч домов оказались под водой. В Саудовской Аравии местами уровень затопления достигал 50 сантиметров. Сильные наводнения возникли в 12 провинциях на юге Таиланда. Пострадало свыше 385 тысяч человек в 2,5 тысячах населенных пунктах. В Китае от наводнений пострадало свыше 23 тысяч человек. Уважаемые зрители, подробнее о том, что происходит в мире, смотрите в еженедельных выпусках «Климат-контроль». Всякий раз, когда стоишь перед выбором, будь внимателен. Не выбирай то, что удобно, комфортно, респектабельно, признано обществом, почетно. Выбирай то, что находит отклик в твоем сердце. Оша. Пример доброты. 6 августа 2014 года на железнодорожной станции «Стирлинг» в городе Перд, штата Западная Австралия, один из пассажиров ногой провалился в щель между вагоном и платформой. Выбраться самостоятельно мужчина не смог. К нему поспешили на помощь, но не смогли вытянуть ногу из возникшей ловушки. Тогда на помощь поспешили все люди, находящиеся в вагонах и на платформе. Объединив усилия, люди оттолкнули поезд от платформы, и мужчина смог освободиться. Нам, людям, очень важно заботиться друг о друге, нести ответственность за свои мысли, слова и дела, не бояться проявлять заботу и доброту. Пробиться ростку добра через затверделую корку зла очень сложно. Но в этом смысл. Росток несет в себе силу будущего могучего дерева. Пробиваясь сквозь толщу зла, он даже не предполагает, сколько ценных плодов может дать за свою жизнь это дерево. Приютить и утолить голод. Жажду усталым путникам. Возобновить их силы на их дороге к родному дому. Живя в потребительском обществе, человек ощущает себя отделенным. Но эта отделенность не что иное, как иллюзия. И это необходимо понимать. Это одна из программ системы, и она действует везде однотипно. От взаимоотношений между людьми и до отношений между странами. А разрушающие программы в обществе легко заменяются на созидательные и объединяющие. Но только если мы, люди, сами этого захотим, никто не придет и не сделает за нас нашу работу. Необходимо уже сегодня объединяться, протягивать руку дружбы и взаимопомощи, начиная со своего дома, соседей и жителей своего города. Никто в одиночку не сможет справиться с глобальными проблемами ближайших лет, будь то человек, семья, компания, город или страна. Поэтому сегодня крайне важно принимать активное участие в объединении и сплочении мирового общества, игнорируя все искусственно навязываемые барьеры. Давайте вместе исключать всё разделяющее нас и укреплять всё, что нас объединяет, делая человечнее и гуманнее во всех отношениях. Ведь во времена надвигающихся катаклизмов выжить человечество сможет, лишь сплотившись в одну дружную семью, в которой царят человечность, совесть и взаимовыручка. Только в единстве духовном возможно объединение человечества. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас как никогда нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. До новых встреч!